Девушки отдыхают Не надо доказывать мне, что ты как-то похож на Карлсона Где твои штаны с пропеллером Поэтому и варенье я буду есть одна без тебя Хватит всех обманывать А все-таки какая же ты любишь поесть? Здравствуйте, дорогие друзья Это программа Пинкод, телеканал Беларусь-2 Мы в прямом эфире И с вами в студии Аня Ваганова и Паша Кислый Всю эту неделю мы говорим о здоровом образе жизни И профилактике болезней Сегодня наш интерактив звучит так Присылайте фотографии ваших средств от всех болезней Но только фотографии в нашу группу ВКонтакте А победитель получит, знаешь что? Сертификат Парк Чудес Эврикум Парк Чудес Эврикум Это тысячи квадратных метров Лазерных и зеркальных лабиринтов Зал гравитации, селфи, комната с 3D-граффити Очень много чего интересного, Паша, тебе там обязательно понравится Но ты не можешь принять участие, к сожалению Как вы поняли, пин-код это подарки А подарки это пин-код, которые могут сегодня стать вашими Смотрите нашу передачу и вы узнаете, почему Аня Ваганова никогда не лазит через заборы И не дружит с трейсерами Потому что я могу их переступить Заборы, зачем же мне заниматься паркуром? Собственно, глядя на твой рост, видимо, что ты переступала в детстве через всех детей Ведь все твои подруги 160, а ты вон смотри, какая вот такая Почти в баскетбол бы играть Ну, дело такое Вот, и еще вы узнаете, что делать Если вы вдруг простудились, нужно идти на свидание А у вас из продуктов, только из лекарств, только чеснок Смотрите далее в нашей программе За спрос не бьют в нос Катерина Антонова задала каверзные вопросы от наших телезрителей Певицы Таши Милковой А заодно и заглянула в ее гардероб И вновь Иван Стефанович дал только одну попытку гостям в своей темной студии На этот раз он испытал группу Navi Band Что получилось, узнаем совсем скоро Итак, несколько слов о нашем недельном интерактиве Вы присылаете нам ваше мобильное видео Из которых мы узнаем о ваших способах быть здоровым И ваш мотивирующий девиз Лучшее мы видео выберем 14 февраля, в ближайший вторник И победителю интерактива Слушайте внимательно Karaoke Hall Status дарит эксклюзивную платиновую карту С правом на бесплатный вход в Karaoke Hall В любой день недели ежедневно с 20.00 на Сурганово 61 Классный подарок, за него обязательно стоит побороться Но давай посмотрим, какие видео у нас уже есть А давай-ка глянем, какие видео у нас уже есть Я повторю Виктория Соболь Виктория Соболь считает, что лучшее средство это все-таки море Ну конечно же, вот море Если у детишек аллергия, допустим Или вот какой-то там, не знаю, амитовино Ну вот, помоги Да, я поняла Я что хочу сказать Ребята, присылайте, пожалуйста Море, лекарь Да, молодец, Паша Присылайте, пожалуйста, видео горизонтально снятые, а не вертикально А то мы не можем показать всю красоту ваших видео Давай перейдем дальше У нас сегодня видео, как никогда Много Давай еще посмотрим Марина Шаюк прислала Ой По информации, она похудела на 20 килограммов Представляешь? На 20 килограммов? Да Это вот Поэтому это самый действенный способ Видимо, вот эти упражнения и правильное питание Но упражнения, я хочу сказать, хорошие Мне нравятся Еще смотри, у нас же есть 2017 год На дворе мы завели страничку в Инстаграм Подожди, это еще не все Куда ты торопишься? Мария прислала наши фотографии Тоже, что нужно заниматься спортом с ребенком Мне кажется, это отличный мотиватор Это же весело И весело И ребенка есть чем занять, понимаешь? Опять же таки И это тоже еще не все И еще есть одно Какие вы молодцы Прислал О, это уже интересно Паша, ты так можешь? Не делай так, Паша, ужас Три раза больше своего веса Поднял вес Молодец какой, а Здорово Вот, то, что я хотел сказать У нас есть страничка в Инстаграм И напомню В 2017 год у нас появилась страница в Инстаграм Класс, тут должны фейерверки Такие конфетти У нас есть страничка под названием Телеканал Беларусь 2 А также есть наша личная страничка Пин-код офишл Так вот К чему Паша это все говорил? Мы призываем вас Присылать любые видео Любые фотографии Вас Ну, конечно, они должны быть классными Интересными И ставьте хэштег Пин-код И с этих фотографий С этим хэштегом Делаю это сейчас я И Фотографии с этим хэштегом Попадут в нашу ленту Лучше мы выберем Не только фотографии Извини, Паша, что я тебе перебиваю Но нам даже присылают видео Не только Есть уже видео? Да, есть целых два видео Класс, давай посмотрим Давай Плей Вот эта кнопочка Нажимаем Бешкова фото прислала Я просто пыталась прочитать Но Не удалось с первого раза Мне посмотри Мне нравится Это лаконичная подпись К этому видео Как говорится Что? Как говорится Наш любимый Что? Краткость Сестра Таланта Ну это тоже Еще не все видео Вот второе Яна Стар57 Прислала Сейчас я всем вам покажу Чем я занимаюсь После школы Ну-ка Поехали ЛПК Рэко Спорт Это хорошо Я заявляю Я так мог Я тебе хочу сказать Что я мог садиться на шпагат В третьем классе Когда занимался карате Я когда сел на шпагат Первый раз У меня такое было приятное чувство Да? Да Причем Радость того, что я сел И радость Ну тактильное ощущение Но не будем о твоем шпагате Я знаю, что у тебя есть уже Что нам предложить И интересного рассказать Да, конечно Смотрите Сегодня у нас в гостях Появляется Филипп Болтовский Укротитель препятствий Просто повелитель любых крыш Трейсер-фаркурщик Филипп Барковский Здравствуйте Здравствуйте Как ваше настроение? Как к нам добирались? Да, все отлично Вот как-то Ну как-то так, как обычно Это же в крови Это уже никуда не выгонишь Все время где-то что-то Пытаешься сократить Перелезть быстрее Как дела вот обстоят Я не знаю С метро Приходилось как-то в метро? Там бывает вот когда Час пик Едешь и вот На эскалаторе две Очереди Но надо становиться в правую Как вот вы с этим боретесь? Не, ну в метро Как бы сильно Ничего не поделаешь Потому что, во-первых, нельзя Это небезопасно Мы же стараемся Не нарушать закон То есть то, что нельзя Мы не делаем Это правильно Я просто спросил Между людьми так понырять можно Я понял Но как перепрыгнуть элегантно через диван И почему некоторые хорошие парни Носят широкие штаны Узнаем сразу после короткой рекламы На телеканале Беларусь-2 Это программа Пин-код на Беларусь-2 Мы в прямом эфире И у нас в гостях Трейсер Филипп Болтовский Филипп, вот смотри Ты Трейсер Это как Твое название То, чем ты занимаешься Ты называешься Трейсер Да Но ты как бы занимаешься Вообще паркуром Да Я помню, что вот В моем детстве Это я не помню, сколько было Мне лет 8, наверное, было Вышел фильм Ямакаси Я так прям вдохновился И пошел с братом на гаражи Как бы пробовать Но чуть-чуть слегка Не дооценил расстояние Которое я могу перепрыгнуть Но после этого я перестал заниматься Вот Можешь ты рассказать вообще Что такое паркур? Это вот по гаражам прыгать Или не только? Не, ну паркур Это искусство рационального перемещения По городу То есть у него есть как бы Три основные составляющие Это эффективность, простота и безопасность Слушай, мне кажется Что вы как будто бы экзамен Прям сдавали по паркуру Потому что у вас так четко Паркур это то-то-то Первые три правила Знаешь, как на экзамене Потому что нужно осознавать Что ты делаешь То есть всегда у тебя есть риск с жизнью И то есть нужно отдавать Отчет твоим действиям И тому, что ты делаешь Просто так как бы На спорт пойти Или еще что-нибудь Где-то прыгнуть Это не паркур Это называется Получить вещи Убиться где-нибудь Или еще что-нибудь А паркуром занимаются ребята серьезно То есть они знают Чего они хотят Чего хотят достичь Где достичь И так далее То есть паркур Это очень такое Скорее дисциплина философская Чем какой-либо спорт Вот смотри Движение называется паркур Последователи трейсеры А когда вас называют паркурщиками Потому что это Ну, наверное, более распространенные Названия Вы обижаетесь? Ну, изначально было когда-то обидно А когда ты вот уже Долго тренируешься Ты уже привыкаешь Что людям так Проще тебя понять Они знают Хотя бы узнают Кто ты Что ты То есть А трейсер Это уже более такое понятие Которое Когда-то давно ввели Так просто себя Первая команда называла Которая была Они называли себя трейсеры У нас в Беларуси Нет, это было во Франции Да, вообще То есть от них пошло Они называли трейсеры Это быстробегущие Вот И как-то это слово Мутировало Ну и прижилось к нам Уже себя трейсеры Начали называть И закрепилось Паркур развит Вот у нас в Беларуси Есть ли определенные места Где можно этому научиться Где вот преподаватели Прям профессионально Ну паркур развит Скажем так Не очень сильно Так как это не спорт Поэтому поддержки От государства Почти нету никакой Вот Но появился такой вот Центр прокач Который смог нам Построить площадку Вот у нас теперь Огромнейшая площадка На столе этого Где любой желающий Может прийти позаниматься Спросить у более опытных атлетов Какой-нибудь подсказки Чтобы что-то научиться Также в будущем Планируется там Организовать бесплатные секции Для любого желающего То есть чтобы ребенок Мог это попробовать Также ребята Которые давно-давно занимаются Они организовали Свою собственную школу То есть они уже Передают свой многолетний опыт Детям То есть там все Есть маты Яма парламент То есть обеспечена безопасность Любого человека Кто бы туда не пришел То есть можно сказать Что паркур очень активно Вот сейчас развивается Именно сейчас да Но это появилась Только возможность Благодаря ребятам Которые много лет Как бы через это все прошли И уже знают Что действительно необходимо А что в принципе Не столь обязательно А с какого возраста Можно заниматься паркуром? В принципе можно С любого возраста заняться У нас ограничений нету Единственное что Если это ребенок Естественно нужно чтобы Родители знали Кому они отдают ребенка То есть чтобы он сам Что-то не пробовал Потому что травмоопасно А так люди любого возраста Как взрослые приходи Так и дети Любому и сами мы подскажем И сам он может Научиться где-то посмотреть Ну слушайте Филипп У нас вот есть видео Которое вот снимали про вас Ваши трюки Ваша работа Сейчас предлагаю Давайте посмотрим Мы немножко подсмотрели За вашей работой Филипп Да Это вот как я понимаю вы Да это я Это вот именно та самая площадка На столе этого Которую нам построили Открылась она в марте То есть там вот как я понимаю Это бетонные стены Да Нам залили чисто бетон Это очень уникальная площадка В Европе Так как бетонной конструкции Еще не было И она долговечна То есть все На это был ориентир сделан Долговечность А смотрите Паркур Вот вы сказали Что это какая-то философия Дисциплина Можно ли сказать Что паркур Это вот не столько спорт А сколько стиль жизни То есть ты Вот это как Есть такое каменные джунгли Да Определение для города И вы вот как Обитаете вот в них Кувыркаетесь там Преодолеваете препятствия Можно сказать Что это не спорт Так как у нас нету основных Это соревновательного Какого-то характера Нету ни судей Ни зрителей Никого То есть мы для себя занимаемся А в жизни Ну можно сказать Что это в принципе стиль Так как он Проповедует Что не существует границ Есть только препятствия И любое препятствие Можно преодолеть Вот и в жизни У нас тоже одни Только препятствия Которые мы преодолеваем И границ никаких не существует Вот в принципе Это и помогает А у меня есть один такой интересный вопрос. Пригодились ли тебе навыки паркура в бытовой жизни? Не только вот если ты куда-то опаздываешь по стеночкам, знаешь, как человек-паук условно, а вот в других ситуациях. Ну, в принципе, они особо нигде не пригодятся, только если пойти в какой-нибудь спорт. Например, вот как я сделал чирлидинг. Вот там действительно мы уже туда приходим, подготовлены к любой нагрузке, к любым испытаниям. То есть в любой спорт можно идти. Вот смотрите, мы говорили, да, что Аня Ваганова, она как бы не перелазит через забор, а она переступает. Это же можно считать паркуром или нет? Ну, это преодоление препятствия, почему нет? Все, видишь, я трейсер! Я трейсер, поздравляю! Спасибо большое! Вот так вот, просто в долю секунды Аня стала профессиональным трейсером. Скажи, Филипп, а вообще много девушек-паркурщиц? Вот это тоже. Ну, девушек не особо много, так как спорт очень такой жесткий. Вот, и как бы очень трудно многие вещи делать. Но девушки есть, которые стремятся, которые есть, даже не уступают парням в этом. То есть есть в Беларуси мало, но они есть. Мы их ценим очень, помогаем, страхуем, чтобы недавно к с ним ничего не случилось. Кстати, про девушек. Паша, давно хотелось тебе задать вопрос о такой неподходящей ситуации. Ну, давай про девушек. Ну, просто вот роскошно, это значит, прям должно что-то... Вот я бы так... Да, а Филипп, вот, кстати, вы бы что спросили? Даже не подошел бы, познакомился просто. Просто привет, я Филипп, я трейсер. Почему нет, да? Пойдем попрыгаем по крышам. В общем, Филипп, мне нравится ответ, а вот твой, знаешь, не очень. Я думаю, что тебе еще стоит поучиться. Наши телезрители присылали вопросы... Векучись, как говорится. Да, наши телезрители присылали вопросы в рубрику «За спрос не бьют в нос». И очаровательная шатенка Катерина Антонова задала не менее очаровательной шатенке Таше Мелковой именно в этой рубрике. Давайте посмотрим. Таша Мелкова, популярная певица с украинскими корнями и немецкой пропиской наведалась в белорусскую столицу и порадовала таки зрителей выступлением в финале национального отборочного тура Евровидения 2017. Мало того, что Таша, девушка талантливая, так еще и смелая. Не каждая звезда осмелится стать героем нашей рубрики «За спрос не бьют в нос». Слышь заключается в том, что вопросы вам придумываю не я, а наши зрители. Я предупредила, всякую ответственность с себя предусмотрительно сняла. Роза Тарасевич спрашивает, какая у вас была самая большая мечта в детстве? Розочка, ну, конечно, наверное, как у всех артистов, у меня самая большая мечта детства была стать знаменитой певицей. А со скольки лет вы поете, спрашивает София Макшун. Как рассказывает моя мама, пою я с того времени, как только начала ходить, когда я могла уже потихоньку, пока она не видит, брать ее наряды, расческу в руку, и на стульчик становилась и пела под хиты Аллы Пугачева и Витни Хюстенч. А вот Ксению Колесникову интересует вопрос профессионального образования. После школы я поступила в Институт музыки Глиера на кафедру эстрадный вокал. После этого я поступила в Академию муниципального управления на кафедру режиссуры театра и массовых стрельщиков. От Тины Черенковой поступил самый, что ни на есть, девочкин вопрос. Любимая одежда из вашего гардероба? Вы знаете, у меня столько времени уходит всегда на какие-то концертные платья, поиск этих образов, примерки, что я порой забываю, что для повседневной жизни тоже нужна одежда. И в основном я хожу в черном гольфе, в каких-то джинсах или черных леггинсах. Ну и как любая женщина, иногда не могу пройти мимо магазина, если там что-то сверкает. У нас еще есть вопрос от Почковской Ирины. Какую кухню вы предпочитаете? Ну, на самом деле, это у меня больной вопрос, потому что покушать я очень люблю. И я ем все, я все ядный человек. Единственное, чего я не люблю, это печенка и оливки. Опять же, Ксения Колесникова спрашивает, от чего вы больше всего боитесь? Открою вам секрет. Я человек-клаустрофоб. Я понимаю, что с этим можно бороться, но у меня пока нет на это времени. Маргарита Снапко спрашивает способность, которой вы бы хотели обладать. Наверное, различать ложь. Вот честно, болтала бы так и болтала с Ташей. Тем более, половину моей работы вы, наши зрители, за меня сделали. Но плотный график певицы заставляет потихоньку закругляться. Последний, но не вопрос, а просьба от Екатерины Сметанчук. Просит она у вас автограф. Дадите? С большим удовольствием. Я очень люблю давать автографы. Екатерина, автограф Таши ждет вас. Ну что, еще одну звезду мы к вам, надеюсь, приблизили. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. Возможно, в наши руки попадет именно тот артист, которому у вас давно накопилось много вопросов. Мы с удовольствием призовем его к ответу. Вот такой, Паш, небольшой мастер-класс для тебя от Катерины Антоновой. Катюша, молодец. Спасибо большое за мастер-класс. Я обязательно учту. Но мы немножко вернемся к паркуру. Филипп, вы готовы нам выдать немножко такую сальтушку-вертухайку? Еще один мастер-класс. Еще один мастер-класс мы посмотрели в видео. Сейчас, пожалуйста, требуем доказать, что, так сказать, жигуру... Акробатики, вот заднее сальто. Сейчас попробую. Ну-ка. Страшно. Класс. Здорово. Мы должны похлопать. Филипп, это было круто. Я бы так не повторила, поэтому я и переступаю через заборы, понимаешь? Проще переступить, чем перепрыгнуть. У тебя это тоже эффектно получается. Не менее эффектно, чем сальто. Вот, Филипп, смотри. Зима сейчас, морозы, холодно. Что делать в таком случае? Где тренироваться, где преодолевать сооружения каменные? Здесь несколько вариантов. Либо в зал какой-нибудь сходить, у нас акробатических несколько открыто, либо в ту же школу, про которую я говорил. Но обычно все, кто давно тренируется, в принципе, морозы не помеха, они идут на улицу. То есть только, единственное, что соблюдают какие-то технику безопасности, чтобы не травмироваться. То есть препятствия, это же... Снегом они не ограничиваются. Тот же снег можно преодолевать. Все зависит от того, как ты это будешь делать. Вот и все. Филипп, скажи, говорят, что трейсеры портят окружающий вид зданий, вообще здания, сооружения городские. Вот у тебя сейчас есть на всю страну возможность оправдаться за всех трейсеров или партурщиков. Это правда или нет? Нет, конечно, это неправда. Как бы мы тренируемся только, в принципе, где возможно, в каких-то спальных кварталах. И, естественно, на памятники и на какие-то достопримечательности мы не лезем. Но, как бы, сами понимают, что это, во-первых, некрасиво. Конечно. А так, в принципе, мы ничего не вымазываем, не ломаем. То есть бывает, да, где-то что-то случайно, но, естественно, все исправляем. Но это правило хрупкие, там, я не знаю, деревянные заборы. Да, 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 то есть это настолько редко очень. То есть в основном это не мы. Но проще свалить на нас, потому что чаще видят, что это мы делаем. Вот и все. Спасибо огромное тебе, Филипп, за то, что пришел к нам в гости. Мы желаем тебе побольше крутых трюков таких, чтобы вот прям люди, которые будут видеть, как ты это выполняешь, Вау, просто, Филипп, ты красава. Спасибо. Спасибо большое еще раз, что ты к нам пришел. До свидания. Паш, я знаю, что нам надо с тобой много чего обсудить еще сегодня. Например, наш сегодняшний интерактив. Наш сегодняшний интерактив. Как же мы могли про него... Как же есть коронная фраза, я знаю. Ты долго вынашивал эту шутку. А ну-ка к интерактиву, я не знаю, интерактив. Вот, интерактив. Я просто люблю немножко так коверкать словечки. Ну-ка посмотрим нашу... Обновим страничку. Обновляем и... Я напомню, что тема нашего сегодняшнего интерактива. Вам нужно было прислать ваше домашнее средство от всех болезней. Итак, смотрим. Это что, шарф? Теплый шарф. Да, Даша Левкович прислала. Хорошее средство. Да. Света Малиновская. Пин-код. Средство от болезней. Это что? Это мед. Это мед. Понятное дело. Ксюша Лобзова. Это очень популярный вем. Жух, жух, улыбнись. Улыбка. Здорово. Она же прислала. Фрукты. Витаминный набор, я бы сказала. Фрукты. Вот это слово, которое не мог выговорить. Аветаминоз. Вот оно, да. Ты, наверное, хотел сказать, но это не то немножко, но неважно. Маргарита Снапко прислала. Прямо земляники так захотелось. Земляничный. С бабушкой собирала. Варенье, конечно, да. Ксения Мельник прислала. Лыжи. Молодец. Молодец. Маргарита Снапко, опять же таки. Это тоже мед. Сота. Да. Медовая. Виктор. Смотри, ребенок. Банька, закаливание, травяной чай и витамин С. Причем ребенок сам натопил баню, сам набрал ванну, закалился, надел на себя вот этот круг и сам заварил себе чай. Яблоко, порезал лимон, малины накидал, еще раз порезал яблоко и смородину собрал. Какой молодец. Это кто у нас? Виктор Давидов. Какой малыш, а уже в контакте. Класс. Паш, ну согласись, что последняя неделя была достаточно холодной. Я абсолютно с вами соглашусь, Анна, потому что эта неделя, да, была на самом деле невероятно холодной. Были сильные морозы. Вот даже идешь и просто вот белый асфальт. Белый асфальт как будто... Но синоптики обещают, что скоро должно потеплеть. Летом. Вот они это обещают. А пока не лишним будет выяснить, что делать, если ты вот сильно замерз. Как быть в таком случае? Ты знаешь, первый, самый, наверное, доступный способ в этом случае отогреться в теплом месте. Было бы очень круто, если там был еще чай, допустим, согревающий напиток. Конечно. Ну, совет второй. Надо снять все металлические предметы, то есть там часы, браслеты, все вот, все украшения отставить, потому что мешают кровообращению, во-первых. А во-вторых, ну, знаешь, холодный металл прикасается к коже, еще холоднее становится. И, во-первых, вообще рук уже не чувствуешь. А еще телефон или что-то. А еще я знаю, какой тебе совет больше всего понравится. Какой? Чтобы быстро согреть руки, надо взять, скрестить их вот так вот и ладошки засунуть. Как? Куда? Куда? В подмышки? Да. Ой, если я засуну сейчас свои, то потребуются салфетки, потому что прямой эфир как бы. Адреналин бьет через рубашку. Давай вернемся к интерактиву лучше. Давай посмотрим интерактив. Марина Мельничук прислала фотографию. Растения, комнатные растения спасают от всех болезней. Мне кажется, это правильно. От некомнатных. Не знаю. Екатерина Семетанчук. Это любимый Пашин способ. Это классный способ. Он вот от всего просто. Алоэ. Алоэ. Я помню, бабушки раньше любили, знаешь, брать этот сок и закапывать в нос. Мне кажется, это самое ужасное было. И чихал просто дико. Я так обожал. Это мне так смешно было. Я не знаю, мне очень нравилось. Ну, я думаю, что мы еще вернемся к нашему интерактиву. Но я знаю, что сейчас настало время нашей традиционной рубрики. Традиционная пятничная рубрика от Ивана Стефановича, где он берет музыкальную группу, заводит к себе в студию и дает задание с первого дубля исполнить их музыкальную композицию. Как у них это будет получаться, мы увидим в конце программы. А пока посмотрим, кто же в этот раз в гостях у Ивана Стефановича. Пожалуйста. Всем привет. В нашей студии звукозаписи, в которой мы пишем только живую музыку, Navi Band. Привет. Я вычитал и даже немножечко выслушал, что у вас был совместный проект с российским драматургом, режиссером, писателем Евгением Гришковцом. У нас был сольный концерт в городе Гомель, в таком уютном баре. В баре, в городе. Я все знаю. Ты знаешь. Так что спрашиваешь? Так мы зрители не знаем. Мы на самом деле не ожидали, нам ребята и девчонки, которые там работают, сказали, что вот вчера к нам в гости заходил Евгений Гришковец, и мы его пригласили на ваш концерт. И вы прознали про это, да? Он пришел, и мы, ну, были, конечно, очень приятно удивлены, и вышло даже так, что он поднялся к нам на сцену, и мы с ним даже кусочек какой-то сделали. Да, мы поджимали, а он рассказал про хорошее настроение. После он оставил контакт свой, мы начали списываться уже так более близко, и пришли к тому, что что-то уже, вот, какие-то идеи мы начали ему отправлять, для того, чтобы попробовать сделать что-то вместе. Он очень воодушевился, и его очень как-то так, ну, получилось, что он проникся, в общем, нашей музыкой, и он даже, скажем, больше, чем мы, настаивает на том, чтобы сделать что-то еще, потому что ему... А, то есть есть еще какие-то в планах? Да, у нас есть, во-первых, сделать еще какие-то песни совместные, и более того, нам очень посчастливилось, выйдет его новая пьеса, новый спектакль в Мхате где-то весной, где прозвучит наша музыка. Если он вас таких нашел и вас заинтересовался, значит, и вы не лыком шиты. Ребята, расскажите про песню, что мы сейчас будем петь. Сейчас мы споем очень веселую песню, которая завершает. Она является крайней в нашем альбоме, которая называется «Иллюминация», песня «Стоп-кадр». Каждому желаем вот именно больше ярких моментов в жизни, чтобы вот эти стоп-кадры у вас оставались внутри. По условиям нашей музыкальной студии у ребят будет только один дубль. У них есть пару минут, чтобы подготовиться, не переключайтесь. Справились ли с заданием «Нави-бэнд» мы узнаем ближе к концу программы. А у нас в гостях врач-вирусолог, руководитель Национального центра по гриппу Наталья Васильевна Грибкова. Здравствуйте, Наталья Васильевна. Как ваше настроение? Прекрасное. Вопрос сразу же, вот так, сходу. По-вашему, почему в календаре есть день больного, а нет дня здорового? Вот, как вы думаете, почему? Наверное, не любят люди болеть, а здоровый, он не ощущает себя здоровым. И ходит, думает, что это так оно и есть, и должно быть на самом деле. Ну, правильно, праздновать нечего. И всю остальную интересную информацию, например, зачем люди ходят босиком по снегу, или что делать, если усталость и простуда стала вашим постоянным спутником, мы узнаем сразу же после короткой рекламы на телеканале «Беларусь-2». Это телеканал «Беларусь-2» и в прямом эфире программа «Пин-код». Мы продолжаем. Скажите, пожалуйста, вот мы уже называли такие народные методы, как вот лучше лечиться, там, допустим, согреваться в тёплое помещение при первых признаках простуды. Правильно ли мы всё сказали или что-то мы не добавили ещё? Всё, Аня, было очень правильно, всё хорошо. Но я хотела бы сказать, что простудных заболеваний, вернее, агентов, которые вызывают простудные заболевания, великое множество. И среди них, естественно, самый грозный и опасный – это грипп. Поэтому если у вас поднялась высокая температура, лучше остаться в постели и вызвать врача на дом. Конечно, согревшись вначале, если вы пришли откуда-то с дикого мороза. Наталья Васильевна, вот вопрос к вам, как к врачу-вирусологу. Смотрите, как не заразиться, общаясь с чихающими либо кашляющими людьми? Какие нужны меры предосторожности, скажем так, принимать? Ну, иногда мы видим, что больной человек, который заболел, простыл, он не соблюдает так называемый респираторный этикет. То есть чихает открытым ртом и буквально, в буквальном смысле чихает на всех. Как? Ну, смыслно, да. И оно так и есть. Надо же как-то прикрываться маской. Поэтому, когда вам хочется чихнуть или покашлять, ну, рекомендуется, если нету платка, почихать или покашлять в сгиб рукава. То есть прикрыть рот, нос, чтобы не распространять своих, так сказать, агентов другим. И надо сказать, что при чихании, при кашле, частички слюны, которые содержат и бактерии, и вирусы, разлетаются на огромное расстояние. То есть представьте, в часопик такой чихающий человек чихнёт, в радиусе двух-трёх метров он заразит всех. О, Господи. А вот давайте представим ситуацию, вот уже чихнул человек. Вот что делать в такой ситуации? Как нам, и вот, чтобы на нас не попало, я не знаю, на нас закрыться или... Ну, вообще, в период, когда очень много чихающих и кашляющих, конечно, лучше занимать такое место в транспорте. За пять метров от человека, который чихает или... Нет, в транспорте вот к чихающему, то есть повернуться к нему спиной хотя бы, чтобы он вам не чихал в рот, нос, в лицо, в глаза. А вот я знаю, что многие носят маски, допустим, которые в аптеке продаются. Они как-то помогают, либо... Маска, она, конечно, хороша, она относится к индивидуальным средствам защиты. Это если вам нужно ухаживать за больным, вы должны надеть маску, чтобы не получить от него никакой инфекции в подарок. А на больного надевать маску, это, в общем-то, жестоко по отношению к нему, и у него и так температура, и тяжело дышать. Лучше в этой комнате, где лежит больной, проводить уборку регулярную. Проветривание. Проветривание. Ну, вы всё это прекрасно знаете. А скажите, сколько... Какой срок службы у такой маски? Потому что, я помню, была эпидемия гриппа, и все носили эти маски, знаете, одну купили, и всё. И носим. И да. Две недели. Ну, что такое маска? Если вы её не меняете, не стерилизуете... Она пропитывается прямо вот... Она пропитывается вашими парами. Вы же дышите, маска становится влажной. Вы кашляете иногда, чихаете вдруг. И на маске скапливаются бактерии и вирусы. В капельках слюны они содержатся очень долго и сохраняют свою инфекционность. Поэтому, вот, поухаживали за больным? Сняли маску, прогладьте её горячим утюгом, чтобы она у вас была готова для следующего употребления. А одноразовые маски, конечно, нужно снимать. И она на то и одноразовая. Наталья Васильевна, Аня, пожалуйста, извините. Как вы относитесь к народным методам лечения? Вот такие, как закаливание, обливание холодной водой? Ну, закаливающие процедуры, они, конечно, очень хороши. Но если вы заболели, действительно заболели, и если, не дай бог, это у вас грипп, то надо обязательно обращаться к врачу. Что касается закаливающих процедур, я хотела бы сказать, что здесь уместна поговорка «Готовься они летом». То есть нужно об этом уже начинать думать с мая месяца. То есть вот к сезону, когда многие начинают болеть, приниматься с собой и уже... А сейчас принимать, допустим, обливание холодной водой или босиком ходить по снегу, сейчас это ни к чему хорошему не приведёт. Вот смотрите, я как-то был в учебной поездке в Швеции, и там наш гид, он был с ребёнком. У него ребёнок болеет, и он говорит, что прямо сейчас у ребёнка температура где-то 38 градусов. Ну, вот, температура тела. И он ему говорит, мы не даём никаких лекарств, мы абсолютно никак не лечим. Я просто слышал, что вот у нас, допустим, лечит так, что если вот мы, допустим, там у нас температура, нам жарко, то мы, получается, пытаемся холодом как-то её сбить. А там же, наоборот, вот в западных странах они клин-клином вот вышибают. То есть насколько это вот у нас можно применять или вообще стоит ли? Вы знаете, каждый человек – это особенный организм, и у него свои, у каждого свойства и характеристики. Поэтому, может, для того ребёнка и хорошо было. Но, зная наших детей, которые, в общем-то, укутаны бывают, в общем-то, растут в тепличных условиях и не всегда подвергаются закаливающим процедурам, начиная с ранней весны, за лето, за осень. Не всегда подготавливаются к осенне-зимнему сезону. Я бы не рекомендовала таких экстремальных методов для лечения. Всё-таки, как правильно вот Аня говорила, тепло, тепло, надо в тепло. И, опять же, врач, который посмотрит на конкретного человека, оценит его состояние и назначит соответствующее лечение. Вот вы сейчас сказали, что оценит состояние. А прямо сейчас мы оценим музыкальную рубрику нашего… Ивана Стефановича. Ивана Стефановича, у которого в гостях сегодня «Нави-бэнд». Смотрим. Это снова студия звукозаписи. Надеюсь, «Нави-бэнд» нам покажут этот заветный один дубль. Где сойдутся наши пути, знаешь, только ты один. Солнцем миру улыбаешься, чувства нежные, сердцу ты даришь мне. А небо запомнит, крылья подарит нам, мы растворимся. Кисточкой тонкой нас нарисуют там, где радуга льется. Шок за шагом нас подталкивал время, как будто обманывал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Настало время выбрать победителя нашего сегодняшнего интерактива. Наталья Васильевна, давайте, пожалуйста, вот еще раз ознакомимся. Есть ли у вас уже фаворит и какую фотографию вот вы бы выбрали? Ну это мед, чай, правильно, все абсолютно. Шарф Ксения Мельник прислала. А и лыжи, шарфы, и лыжи, тепло одеваться. Пожалуйста, что еще? Ну я не могу мимо этой фотографии пройти. Ну потому что мы говорили в самом начале. Ну давай, Паша, признаемся, что мы уже выбрали на самом деле победителя. Мы посидели так с Натальей Васильевной, подумали, и мы выбрали вот фотографии, потому что... Наталья Васильевна, почему это? Потому что эта фотография, она отражает, в общем-то, все, что было в других фотографиях. Я хочу сказать, что все очень правильно отразили методы борьбы с простудными заболеваниями. Но это, она полна оптимизма, а оптимизм всегда помогает при борьбе. Конечно, детки, это кто у нас получается? Виктор Давидов, Виктор Давидов. Вы получаете сертификат Парк Чудес Эврикум. Парк Чудес Эврикум – это тысяча квадратных метров лазерных и зеркальных лабиринтов. Зал гравитации, селфи-комнатой, 3D-граффити, выставка интерактивных научных экспонатов, химические лаборатории и многое другое. Поздравляю вас, Виктор! И мы хотим сказать вам, Наталья Васильевна, спасибо огромное за то, что вы к нам пришли. Рассказали о том, как нужно бороться с болезнями. Может быть, вы хотите обратиться к нашим зрителям? Дайте нам пару советов. Пару советов? Ну, во-первых, о простудных заболеваниях нужно помнить, как я говорила, с ранней весны. То есть закаливающие процедуры надо проводить с мая. А вот уже осенью те, кто не успел провести закаливающие процедуры, кто не совсем надеется на свой иммунитет, должны прибегнуть к специфическим средствам профилактики. Спасибо вам большое, Наталья Васильевна. Мы желаем вам удачи, чтобы у вас было как можно меньше больных, чтобы все были только здоровыми. А я вам здоровья желаю, хорошего настроения. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз, что вы к нам пришли. С вами сегодня были Анна Ваганова. Паша Кислый. До новых встреч. Смотрите, повтор в 23.15. Пока. А на следующей неделе в Пин-коде мы узнаем, что могут белорусские звезды без купюр и фонограммы. В чем секрет популярности самого милого почтальона нашей страны и какие радости он приносит людям. Как выглядит настоящая тарелка мамошки и Антошки и чего боятся те, кто ежедневно спасает человеческие жизни. Субтитры создавал DimaTorzok